МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Десногорске отметили Всемирный день стоматологии. Твоя задача убрать это красное пятно. Экскурсия смоленских кадетов в Десногорск. Привычная пара ложек сахара, чай, можно заменить модом. Его составят дозы, минуты, и дозы. Уроки стоматологии в школах. Сводка криминальной обстановки в городе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 20 марта по инициативе Всемирной стоматологической федерации во всех странах отмечается День здоровья полости рта. Как отметили, это значимое событие в Десногорской медико-санитарной части номер 135 в нашем первом сюжете. В этот день в отделении педиатрии медико-санитарной части номер 135 была проведена акция «Здоровые зубки». С пациентами стационара побеседовала заведующая стоматологическим отделением поликлиники Екатерина Власова. Здравствуйте. Как тебя зовут? Кирилл Александрович. Замечательно, Кирилл Александрович. А ты знаешь, что сегодня Всемирный день здоровья полости рта? Знаешь? Замечательно. Екатерина Михайловна осмотрела ребят, дала рекомендации по уходу за полостью рта и вместе с заместителем начальника медико-санитарной части номер 135 Лидии Штаней вручила небольшие подарки. В момент проведения акции на лечении в детском отделении находилось 9 детей. За соблюдением режима дня и выполнением пациентами гигиенических процедур ежедневно неукоснительно следит персонал стационара. Каждое утро после подъема все детки чистят зубы, ухаживают за полостью рта. За этим следят медработники, медсестра постовая, которая находится на посту. Детки все по палатам. В палатах есть раковины, зубные пасты и щеточки. Во всех деток есть. В свою очередь, маленькие пациенты и их родители с теплотой и благодарностью отзываются на заботу своих лечащих врачей. Я хотела бы выразить глубокую благодарность медперсоналу, лечащему врачу Любовь Сергеевне, медсестрам и всем обслуживающим персоналу, что нас так быстро подставили на ноги. Очень внимательно и очень грамотные специалисты здесь. Большое спасибо. Спасибо моему врачу. Завершилось мероприятие небольшой фотосессией. В областном центре прошел научный форум, на котором ученые-неврологи и психиатры, а также практикующие врачи-нейрохирурги из ведущих научных институтов и медицинских учреждений страны обсудили проблемы головного мозга. В конференции принимали участие более 300 врачей. Они поднимали вопросы по проблемам диагностики и терапии таких серьезных заболеваний, как эпилепсия, туберкулезный склероз, различные виды опухолевых поражений мозга. Делегация Смоленской областной думы 18 марта приняла участие в торжествах, посвященных годовщине референдума о воссоединении Крыма с Россией. В этот день члены Смоленской делегации стали участниками митинга. Депутаты побывали на фото-выставке «Крым и Россия три года вместе» и выставке работ крымских художников «Крымская весна», экспозиции которых были развернуты в фойе Республиканского государственного совета. Убедиться в том, что Смоленская атомная электростанция – безопасное и экологически чистое предприятие, и увидеть высокие технологии на производстве своими глазами смогли выпускники Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса. Все подробности в нашем сюжете. В следующей четверти кадеты девятого класса, кстати, выпускного, будут изучать тему атомной станции. А посещение Смоленской АЭС самого мощного энергетического предприятия области, несомненно, поможет эту тему освоить на отлично. Ведь, как говорится, лучше один раз увидеть. Ребята с удовольствием делятся впечатлениями, тем более, что все они на атомной станции впервые. На самой атомной станции, когда мы побывали, то есть увидели вот этот реактор, ну, это самое такое запоминающе все было. Очень все интересно, все впечатляет сильно. Сама масштабность вот этого вот объекта, то, что это очень давно строилось, но оно все поддерживается в работающем состоянии, за всеми приборами нужно следить. С экскурсии делегация побывала не только на действующем энергоблоке, но и на полномасштабном тренажере блочного счета управления Смоленского УТЦ. На БЩУ ребята с азартом пробовали себя в роли операторов. Сами глазами увидеть, то, что они в учебнике посмотрят и увидят там, это одно, а тут они походили, посмотрели сами, поняли, прочувствовали. Отметим, что экскурсия в город атомщиков – это одна из форм совместной работы с госкорпорацией «Росатом». И хоть учатся ребята в кадетском корпусе и мечтают о военных профессиях, всё же вопрос, какие вузы готовят специалистов для атомной отрасли, прозвучал. Есть надежда, что на Смоленской АЭС скоро появятся молодые перспективные специалисты. А пока экскурсию для воспитанников этого кадетского корпуса можно считать подарком ко дню рождения их учебного заведения. Ведь 17 февраля ему исполнилось 18 лет. Небольшая авария произошла сегодня утром между вторым и шестым микрорайонами в районе Малого Кольца. Произошло техническое ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107 и Тойота Короллы. Данный автомобиль ВАЗ-2107 не соблюдал дистанцию и совершил наезд на впереди движущийся автомобиль Тойота Короллы. За несоблюдение правил дорожного движения виновник будет наказан штрафом. Сотрудники Смоленского ГИБДД принимали участие в социальном флешмобе. На федеральной трассе М1 они на своих автомобилях разместили плакаты с лозунгом «Трассы без ДТП». Поводом для акции послужило то, что с начала 2017 года на автодороге Москва-Беларусь произошло 9 ДТП, в которых погибли 3 человека и 10 получили травмы различной степени тяжести. В канун празднования Всемирного дня здоровья полости рта в Десногорских школах прошли уроки здоровья. Наша съемочная группа побывала в школе номер 3. Урок стоматологического здоровья для шестиклассников подготовили и провели учащиеся 11-го А-класса. Мы провели такое мероприятие у себя и решили также поделиться с другими ребятами своими знаниями, поэтому сегодня пригласили еще 6-й А-класс. Такие мероприятия действительно очень важны, потому что таким образом мы привлекаем внимание ребят к тому, что нужно заботиться о своем здоровье, надо заботиться о полости рта и заниматься профилактикой стоматологических заболеваний. Ребята подготовили доклад о вредных и полезных продуктах, презентацию об уходе за зубами и инсценировку на тему здоровья полости рта. Я узнала много нового о конкретном вреде тех или иных продуктов и откуда пришел этот сахар, который тоже вредит зубам. Я отметила, что есть конфеты, которые я раньше очень любила, очень вредно, поняла, какой вред сахар наносит нашим зубам и как минимум то, что надо его есть меньше. Отметила, что молочный мой любимый шоколад, его надо есть как можно реже, но буду стараться. В завершение мероприятия каждый ученик получил небольшой памятный подарок – зубную щетку и пасту. В деревне Якимовичи утром 19 марта произошло возгорание. От огня пострадали гаражный бокс, баня и сарай. Огнеборцам удалось локализовать пламя. Баню и сарай спасти не удалось. Оба здания уничтожены, а в гараже успела сгореть только кровля. Пожар произошел из-за неисправности печи в бане. В Смоленске сотрудники полиции задержали сбытчика наркотиков. При личном досмотре у него был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета. Героин общей массой – более 20 грамм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и ведется следствие. О криминальной обстановке у нас в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 137 сообщений о происшествиях. Из них три сообщения о преступлении. Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 108 административных правонарушений, в том числе 89 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан один человек, за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 15 человек. На видео попал момент спуска смоленского фрирайдера, который закончился для него неприятностью. Иван Малахов получил травму во время спуска по очень крутому склону на австрийских соревнованиях. Его закрепили и эвакуировали на вертолете. Врачи не нашли у Ивана серьезных травм, поэтому спортсмен продолжит свое участие в других этапах соревнования. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова